Девчонки, еду сейчас к родителям домой, решила прям на недельку буквально съездить. Ненадолго, а прям на совсем чуть-чуть. Вот. Собиралась я, еле-еле собралась. Мало того, что я легла вчера в 3 часа спать. Вот, в 3 часа я легла спать, поэтому я не встала рано. Я планировала встать в 8. Я каждый раз, знаете, уже, наверное, уже 10-й раз, как бы не 20-й, планирую встать в 8 часов утра. Успеть собраться до 10. Идти и, ну, как бы выехать. Выехать хотя бы, хотя бы в 12 выехать. Хотя мне, по плану, было в 10 часов дня выехать, чтобы раньше приехать. В итоге я... В итоге я ложусь в 3 часа. Еле-еле просыпаюсь в 11. Голопом по Европам собираюсь. Благо, я вчера часть сумок уже вытащила. Я не знаю, откуда у меня каждый раз берутся какие-то сумки. Я говорю, вот сегодня звонила мамке. Я говорю, мам, я прям мечтаю вот прям выехать, чтобы вот сесть в машину просто и поехать. И все, вот ничего не брать. Просто тупо сесть в машину и поехать. И с собой ничего, ни косметику, ничего не брать. Не знаю, вряд ли так получится. Либо мне надо у правителей, кстати, вот надо было так сделать. Мне надо было привезти туда какой-то крем и оставить. Увлажняющий у меня был крем. Надо было отвезти туда вот так вот на неделю, чтобы мне не ехать и не брать с собой все трихомудрии. Вот. Ну так, ну ладно. Вот. Значит, я встала в итоге в 10... Не в 10, наверное, в 11. Еле-еле раскачалась. Бегом-бегом собирать все оставшиеся сумки. Там что-то с холодильника забрать. Покушала, позавтракала. Вещи спускаю. Смотрю, у меня компьютер выключаю. Он у меня ставится на обновление. Ё-п-р-с-э-т-э. И я не догадалась, мне не надо было на обновление. Мне нужно было его просто выключить и все. В итоге, короче. Думаю, что делать? Да и обновление неизвестно, сколько обновляться будет, сколько мне здесь сидеть. Короче, собираюсь. Думаю, ладно, мне еще нужно было заехать в магазин. В малину я кое-что купила. Давно мечтала взять. Так как мне одной это будет много. Поэтому я, собственно говоря, и планировала это взять, когда я поеду к родителям. Вот. Заехала в малину, взяла там кексик очень вкусный. Там пропитанный каким-то мега-супер-купер-сиропом. Потом, что еще? Форель взяла, заехала в... В осьминог взяла форель. Мама ореховый соус спросила. Он, кстати, дешевле стоит, чем в другом магазине осьминог. За нигде не поменяли ореховый соус. Ну, может, новый привоз был в тот магазин, и поэтому поменяли цианики. А в этом не было. Ну, короче, по старой покупке цене он не обошелся. Маме роллы взяла. Себе не хотела. Мама у меня любительница. Пусть ей будет, как бы, вкусняшку. Тоже в осьминоге взяла. Потом заехала, огурцы купила. Хотела огурцы, помидоры взять. Но там только были огурцы. Ладно, думаю, раз уж заехала, куплю огурцы. И вот так вот я поколесила, поколесила. Прихожу домой. Смотрю. А у меня компьютер. До сих пор не обновились данные. То есть не обновилась операционная система. Ёб! Да что делать? Сидела, сидела, 10 минут еще ждала. А оно не двигается. То есть даже за 10 минут даже 48% не дошло до 49%. Думаю, что делать? Я, короче, выключаю. А я знаю, что если выключить, то может случиться так, что вообще накроется вся система. Ну, я такая рискнула, выключила. Вот. Думаю, дай-ка я включу. Что будет после такого резкого выключения. Включаю. А там у меня надпись. Информат. Что-то обновления отменяются. Подождите, пока обновления отменятся. Захожу. Ну, что-то такая вот надпись. Я дословно не помню. Захожу, начинаю смотреть в интернете, как долго это будет. Это, короче, когда ты выключаешь принудительно обновление на кнопку быстрого завершения работы компьютера или ноутбука, и у тебя слетают обновления, вот эта вот информация может висеть вообще, считаю, 2-3 часа. Я думаю, что делать? Если у меня вообще тогда, получается, не уеду. Сижу такая, уже перебираю. И там другие люди пишут, что может вообще система не откатить назад, обновление вообще зависнуть. Такие валуны лежат вдоль этого, прям огромные такие. Это снега было много, трасса была нечищена, чистили. Вот. А я еще, знаете, когда ехала, когда все купила, там в малине купила, везде все купила, еду мимо Макдональдса и понимаю, я так хочу Макдональдса, так хочу вот этих вот... Ну, не Макдональдс, сейчас Макдональдса уже нету. Так хочу вот этих вот фиговин, картошки фри, наггетсов этих, этих, ну, конечно, вредно, вот этих гамбургеров. Я еду и понимаю, все, пипец. А я уже проехала мимо, не стала возвращаться. Еще приехала компьютер на 48%. Думаю, надо было заехать, потому что, девчонки, у меня чуйка, интуиция никогда меня не подводит. Вот я сколько раз проверяла, у меня интуиция работает на 100%. Я часто ее игнорирую, поэтому я вляпываюсь в разные истории, потому что мне кажется, ой, да показалось, ой, да там, там, я не знаю, а меня никогда не подводит ни в отношении людей, ни в отношении никого. Всегда вот я чувствую, как оно будет. И вот я приехала, то есть я реально могла заехать еще в 150 раз в Макдональдс, у меня все равно ничего не обновилось. Вот, а может быть, когда я бы съездила туда, и, может быть, все, и быстро бы, и обновления эти после 50-50% прошли. Ну, вот, короче, как-то так. И я такая приехала, а, ну, и вот эта вот информация у меня крутится, вот эта херня, то, что обновления откатываются, и я уже такая так перебираю в голове. Если сейчас у людей, читаю, у других, что может вообще встать на этой херне, информация откатывается назад, ну, вот, обновления откатываются назад, и у некоторых людей ничего не происходит, может еще повторно откатываться, перезапускаться, откатываться, перезапускаться. Ну, короче, вам все, не буду рассказывать. В итоге у меня выключилась система, ну, то есть все выключилось. Заряжаю, опять включаю, что-то запускает, что-то медленно запускает, я уже, знаете, в ноги кинулась к иконам всем, которые у меня стоят, я говорю, боженька, а я уже в голове прокручиваю, так, у меня есть знакомый, как мой родительский компьютер, недавно возили, он переустанавливал всю систему Windows, такой дядечка своеобразный, специфический, как и большинство этих, как их зовут, большинство. У меня, интересно, пишут откуда. Ну, большинство этих программистов, такой он специфичный. А у него дом-бардак, просто вообще просто как бомжатник такой у него дома. Вот. И я думаю, ну ладно, если что, если у меня накрылась система, мне есть кому отвезти, потому что я же не могу, у меня вся работа, она на компьютере. Вот. Думаю, ладно, ну ничего страшного, а если что, туда повезу. Ну и все, я, короче, включаю, он вот крутит, вертит, крутит, вертит, крутит, вертит, крутит, вертит. Ничего у меня не загружается. Я уже в ноги к иконам, к своим, там, у меня красный уголок кинулась. Вот. Я говорю, боженька, пожалуйста. И, знаете, у меня все отпустило. То есть компьютер у меня загрузился, и я прям такая, слава тебе, богу, боже, там. Такие все ему благодарности туда отправляю. Вот. Выезжаю, у меня не работает навигатор, потому что там глушилки стоят. Я в зоне такой живу. Вот. И у меня там глушилки стоят. И, короче, у меня не включается навигатор, он крутит, вертит, крутит, вертит. Вот я говорю, как люди раньше жили без навигатора, как у меня папа раньше добирался до разных городов, по этим трассам, по навигатору. Я думаю, боже, наши родители были, я не знаю, наверное, вот поэтому они более закаленные, более такие приспособленные к жизни, потому что им приходилось включать мозг, голову, им приходилось выкручиваться из разных ситуаций. Одно только то, что доехать нужно как-то до другого города, не знаю, вот этих всех развилок, как-то по карте они ориентировались. Ну, это вообще что-то с чем-то. Короче, вот такие вот дела. Все нормально. И вот этот у меня навигатор встал. Я уже пять раз, наверное, останавливалась на почине, чтобы его перезагрузить, опять заново запустить. Вот. Но я уже такие точки запомнила, где мне поворачивать. В следующий раз, если опять он у меня за это. То есть такая-такая, Настя, так, ладно. Я уже мат, у меня перемат уже стоит у меня, потому что я, кстати, засветло не могу уехать. То есть меня держат, каждый раз держат что-то в Энгельсе. И я каждый раз не могу из Энгельса нормально выехать, нормально, адекватно по времени выехать. Боже, тут, оказывается, заносы были. Тут валуны с мой рост по обочине, по краям дороги, по обеим краям дороги. Походу, здесь были такие метели, что просто вот, ну, короче, ростом с меня, вот эти заносы, начищенные. Вот, короче, как-то так. Как-то так. И я уже такая, так, стоп, Настя, тебе нужно запомнить на будущее, если у тебя будет та же самая система, а та же самая система, она будет. Я говорю, тебе нужно запомнить основные эти, я визуал, то есть на память я визуально очень хорошо запоминаю. Вот, и я такая, так, тебе нужно сориентироваться в данный момент, где тебе навигатор показывает, чтобы в следующий раз, если он не работает, чтобы ты могла легко сориентироваться. На какие-то, то есть я ставлю себе такие флажки определенной пометки, там, поворот на этом магазине, там, сворачивать здесь, там, ну, и вот такие вот себе отметки в голове ставлю, визуальные. Вот, ну и все, собственно говоря. У меня родители, сейчас еще у меня хорошая новость, у меня родители едут сейчас с Елани обратно, они ездили туда на Трузи, у папы, то есть он думал, что его уже на операцию, то есть у него с простатит, у него не в порядке, вот что-то с этим. И я ему тоже говорила, пап, у меня там есть БАДы специальные, пей их, и три месяца ему надо пропить. Он один месяц пропил, бросил, потом через пень колоду пил их, вот, хотя ему нужно было выпить это регулярно, то есть должно быть три месяца, он должен был выдержать три месяца вот этого употребления этих БАДов. Вот, да, потому что он бросил, переключился на другие какие-то лекарства, и ему чуть ничего не помогает, и вот он там с одного на другое скачет, и, ну, как бы, и он все, операция, операция, мне нужна операция, вот операция, ему же нужна. В итоге поехал, короче, анализы у него отличные, ПСА у него в прошлом году, а это ПСА, это показатель, как я, ну, если не ошибаюсь, на рак. ПСА у него вообще было в прошлом году, или там два года назад, две единицы, сейчас вообще одна единица. По УЗИ, ну, простата увеличена там в два раза, никакого рака нет, все нормально. Было у уролога, какой-то уролог из Саратова, в Жерманск приезжает, был у уролога, ну, уролог ему там просто прописал, ну, всеми такие, как бы, известные в аптеке, все урологи приписывают препараты, но он их пил, они ему не помогали, но все равно выписал, вот сейчас будет пить, антибиотики ему прописал, с какого-то перекупа непонятно, эти пробиотики, чтобы восстанавливать микрофлору сразу же, вот. Я говорю, мам, ну, есть же фаберлик при биотике, классные, хорошие, потому что то, что вы купили, это говно, вот. Ну, это, она говорит, мы уже взяли, ладно, будем знать, надо им заказать, чтобы они лежали. Но, опять же, чтобы лежали, она ни хера ничего не помнит вообще, у нее памяти сейчас вообще нету, они стареют со страшной силой, пишут мне, это, спрей, освежитель для воздуха, привези мне, я говорю, тебе привозила его в прошлую, в прошлую поездку. У меня его нету, я его не могу найти, куда запихала, тоже непонятно, все, я вожу, она даже не помнит, куда она все это запихивает. Памяти у нее уже вообще нифига нету. Вот. И вот они ездили в Елань сегодня, проходили вот это вот, друзей какое-то, проходили, сдавали там анализы, короче, все, кровь в норме, ПСА даже на единицу меньше, чем было там год или сколько назад, когда он сдавал. То есть лучше даже показатели биохимические, чем были там два года назад. Но он пьет постоянно, какие-то БАДы у меня постоянно пьет. И я вот ему еще закажу, это последняя разработка ученых, уже заказала, должны прийти, это пептиды, пептиды, которые 16-й сигнал, у нас есть тоже в Хаберлин, пептиды от простатита, по нему очень отличные отзывы именно от простатита. И вот поделает, я потом вам тоже результаты скажу, какие. Вот, так что такие вот дела. Ну, он так вот на эту операцию хочет, я говорю, пап, ты, потому что операция – это хорошо. Во-первых, уже не молодой организм, уже там не бывает у нас лишних органов. Операцию делают в крайнем случае, потому что после операции бывают осложнения, потом бывает недержание мочи после операции. Это не так-то просто, у нас нету лишних органов вообще в организме. Нету. Вот желчный тоже раньше. А, отрежем, вырежем. Да, желчный он потом, я одного там блогера смотрела, она в медицине сейчас, ну, пошла по стопе медицины, очень много тем изучает. Она говорит, если бы я знала, что желчный участвует в огромном количестве процессов в нашем организме, я бы не дала, не дала бы его удалить. А там, ну, просто как пошла к врачу, а он ненужный, удалить его надо, орган. Какой ненужный? Все у нас органы нужные, важные в организме. Каждый за свою функцию выполняет. И если какого-то органа нет, то другие органы на себя берут там двойную, тройную нагрузку. Нет у нас лишнего, нет у нас лишних зубов. Вот я говорю, если бы я знала, я бы не удалила бы с рода себе зубы мудрости. А я тоже как-то к этому отнеслась. Ай! Мне сказала, мне знаете, как пошла я вот, когда выпрямляет зубы. К хорошему, разрекламированному врачу пошла. Вот все нужно само изучать, никого не слушайте. Все нужно изучать самостоятельно. Всегда сами изучайте, все тем. Никому не доверяйте, даже врачам. Все перепроверяйте. И вот тоже пошла к классному, крутому, якобы, но она действительно котируется на Саратове этому остеопату, и остеопату, ну, этому зубы, кто выпрямляет. Мало того, что она с гонором такая, то есть она не, ну, такая высокого о себе мнения дама Леонова в Саратове. Вот. И в итоге так получилось, что она мне поставила там брекет-систему, у меня слетел челюстно-лицевой сустав, когда я ей зашла речь, а я и стала изучать эту тему о челюстно-лицомовом суставах. Поэтому, когда мне кричат врачи, врачи, идите проконсультируйтесь с врачами, да половина врачей ни хера не знают. Такова реальность, половина врачей не знают. У меня по каким-то вещам более общая база есть, чем у врачей. Я понимаю, что, конечно, когда вопрос операции резать, я там не сошью сосуды, там еще там что-то не сошью, но в целом у меня знания есть, как у некоторых врачей нет в общей практике. Вот. И когда она мне, значит, а я эту тему полезла в интернет, эту тему изучать, а там у многих, у кого-то слетел челюстно-лицевой сустав, и это, кстати, может произойти во время установки брекетов, о чем эти не говорят, кто выпрямляет зубы. Вот. У одной девушки там перекосило рот вообще, другая вообще инвалидом стала, потому что у нее стали двигаться все кости параллельно с этим челюстно-лицевым суставом. И она вообще инвалидом стала, у нее там, я не знаю, там позвоночник полетел, там стал двигаться позвоночник. Вот. А об этом никто не говорит, когда начинают двигать ваши зубы. Вот. И, значит, я когда ей заикнулась о том, что остеопат, ничего остеопата никакой не нужен, она даже, то есть сейчас врачи, которые занимаются выпрямлением зубов, они все подключают параллельно еще остеопатов, потому что с челюстно-лицевой системы начинает вся костная система двигаться, и там нужно бежать к этому остеопату, чтобы он тебе правил. Потому что он, когда начнет править, будет снижать напряжение, снижаться напряжение с челюсти, с мышц даже с челюсти будет. Вообще, в принципе, с корпуса будет сниматься напряжение. А она, несмотря на то, что именитый такой, с пальцами, ими феером вверх, господи, как его зовут там, ортодонт, ортодонт или ортопед, кто у нас там двигает зубы? Вот, а она вообще даже, то есть, как только я заикнулась, что мне нужно к остеопату, она, да нет, это вообще не в этом дело, ничего никуда не надо, с таким гонором мне там, и они не доделали дело до конца. И вот, кстати, вот хочу прям так поблагодарить Полину, подписчицу с моего канала, несмотря на вот тот весь хейт, который я переношу, знаете, как вот приски, вот эти вот золотые приски, когда ты просеиваешь вот сито, и реально появляются крупицы золота и бриллианты на YouTube и на всех вот этих вот площадках. Потому что я говорю, сейчас люди настолько озлоблены, я смотрю, сколько агрессии, вот читаю блогеров и смотрю, какие комментарии им пишут, но это просто трэш. Можно подумать, тот, кто пишет, он живет правильно, у него идеальная жизнь, идеальные дети, идеальный муж, идеальное лицо, идеальная внешность, все идеальное. И все вот как с идеальной картинки живут идеальной вот это вот. Мне, знаете, правильно так написала девушка в моем Instagram, что сейчас настолько люди вылизанную картинку привыкли видеть в социальных сетях, что перестали принимать, то есть вообще выпали из реальности. Выпали из реальности. То есть мне там написали, что я там выгляжу там на 50 лет, да я хоть на 70 лет выглядела, девчонки. Да пофигу, как выглядит человек. Да пофигу, что он 40 лет выглядит на 70. Вообще у нас как будто такой какой-то перекос ценностей стал. И какие-то, ну то есть люди стали обращать внимание на то, что вообще по сути в жизни не имеет значения. То есть настолько люди какие-то оторвались сейчас от реальности. И то есть мне женщина пишет, а там женщина пишет, да блин, вы сами будете 40-летними, 50-летними, и вы будете 70-летними, и вы умрете, понимаете? И в морщинках там, и как бы вот знаете, я просто в таком шоке иногда пребываю, когда читаю, но мне, знаете, не то что греет душу, но успокаивает то, что возможно там реально сидит больной человек за кадром, и ну вообще просто, которые мне в сознанке находятся, потому что с теми людьми, с которыми я общаюсь, но в обычной жизни, ну такого нету. То есть такого трешака в моей реальной жизни нету. И меня хоть и это греет, успокаивает, что мне все еще потеряно. И вы знаете, как интернет, это вот как крупица золота вот этого вот, бриллианты. Ну так вот хочу сказать прям вот низкие, а то много внимания хейтерам уделяю внимание. Мне хочется уделить внимание по линии девушке. Прям вот низкие поклоны. Она мне нашла первоклассного врача, то есть порекомендовала мне врача в Саратове, который мне исправил проблему, который не мог исправить вот такой вот. У нее она сама держит клинику, выпрямляет зубы, а муж у нее сделал мне капу толстую, которая наоборот мне испортила прикус. И у меня было несмыкание. То есть после того, как она мне начала двигать зубы, у меня было полное несмыкание челюсти. То есть я вот так вот смыкала челюсть, а у меня не было, как это сказать, то есть ну как бы не садились зубы на... То есть у меня было на одну сторону садились, то есть было смыкание полное, а на другую сторону не было полного смыкания. Вот. И неименитый врач мне, вот, ну скажем так, по меркам, сейчас тоже другую тему затрону, он здесь, он мне исправил, то есть он мне сделал очень тонюсенькую капу, которую я вот сейчас, кстати, забыла. Я еду и забыла капу. Ну вот мне придется... Я и одну, и вторую капу забыла. Её просыты. Девчонки, я забыла две капы. Забыли две капы. Ну ладно, за неделю ничего не случится, просто мне спать нужно как-то, и я скрежетаю зубами. Я берегу зубы. Придется мне... А что мне можно придумать? Капу-то я одену. Вот в торопяк. Вот что значит, в торопяк собираешься, торопыжничаешь, и вот, как сказать, не... Как сказать... Смешишь, бог там что-то... Какая-то есть... Ну ладно, что-нибудь придумаю. Что-нибудь придумаю. У меня в свое время не было этой капы, как-то заправлялась. Мне главное, чтобы Бин был дома. Будут все делать, честечку. Честечку все будут делать. Так, что хотела, что хотела я сказать. Что же мне можно придумать? Потому что у меня была капа другая толстая, и я ее отвезла туда. Ее не надо было отвозить, ее надо было наоборот домой вывезти к родителям. Если только заказать боксерскую капу, какую-нибудь дешевую на Валберес, мне ее пришлют, я из нее себе ночную капу сделаю. Вот это вот, кстати, как вариант. Вот. И вот эта Полина мне дала человека, который вообще не популярный, не знаменитый, но он исправил проблему знаменитых и именитых не врачей, стоматологов. И у меня, то есть он мне все поправил. Я сейчас только на лечение зубов только к нему и хожу. Больше никому не хожу. Вот он мне проверял тоже мои зубки. Я вот все лето проходила, все вот это вот лето проездила к стоматологу. Такой у меня долгий затяжной процесс был, так как у него с записью большая проблема, у него все расписано на месяц вперед. И я к нему прям попадала, прям с такой большой... Он не многословный вообще. Такой, знаете, божий одуванчик, можно сказать, стоматолог. Улыбается, что-то неразговорчивый, улыбается, улыбается, но четко делает свое дело. Вот знаете, такие есть врачи от Бога. И вообще могу сказать, что сейчас настолько в Инстаграме запрещенная площадка в Российской Федерации, вот, короче, настолько вот много я вижу фейковых таких якобы специалистов, которые просто на рекламе, на раскрутке себя, раскрутили себя. А вот я понимаю, что вот я с психологом работаю, мне пока я не могу его оценить, прям вот, ну, прям оценить его на достоинство, потому что я еще не прошла там полугодние, то есть я пока еще не решила там свои какие-то вопросы. Вот. Но у нее ценник гораздо ниже ценника начинающих, еще только-только начинающих в Инстаграме, то есть там ценник вообще конский, пять тысяч за консультацию, человека без опыта, психолога. И я хожу к своему психологу, который две тысячи стоит, две тысячи девчонки. И у нее багаж знаний, у нее уже опыт, практика, двадцати-двадцати пяти лет. Вот представляете? И вот эти вот, которые только-только-только. Я сейчас тоже подписалась там на одну, быть как подопытным кроликом в одну из школ психологической, ну, школа психологии, я там подвязалась на быть подопытным кроликом. Так вот, у нее вообще нету никакого клиента ориентированного подхода, то есть я к ней обращаюсь, она, ну, то есть нас эта школа соединяет как пациента, как студента и пациента. Вот, девочка молоденькая, учится в МГУ, пошла еще параллельно в эту школу, зашла к ней в Телеграм у нее, повысить свои услуги за год, цель у нее до десяти тысяч за сессию. То есть без опыта, у нее вообще нет опыта, ноль клиента ориентированности. Я зашла к ней, но не зашла к ней, мы начали с ней общаться, я говорю, а как мы с вами, какими способами, я говорю, мне, а, во-первых, сообщила мне за пару дней до сдачи отчетности, то есть ей нужно сдавать отчет, и она мне за пару дней сообщила, а я к родителям еду, я не могу там, там, слышимость хорошая, мы будем темы освещать, которые мне не хотелось бы освещать при родителях. Ну, это такой достаточно интимный процесс, который я не хочу даже при родителях освещать, чтобы они это слышали. Вот. И, значит, во-первых, знала заранее, что ей дали меня, потому что мне уже написало, что вам должен с вами состыковаться, этот, она со мной не состыковалась, за два дня до сдачи отчета, состыковалась, ей нужно отчет по мне сдавать, по этой теме, по этой школе, она со мной не состыковалась, написала мне за два дня, я говорю, а давайте, я говорю, а каким способом мы с вами будем с вами, я говорю, мне не совсем удобно, я говорю, только через неделю приеду, она говорит, мне нужно отчет сдать до 10-го числа, а какую керту молчал, ты раньше не могла мне сказать, я раньше бы к тебе попала. Вот. Ладно, я уже, я настолько ответственна, у меня гиперответственность развита, это моя большая проблема, я такая, так, ладно, я уже начала под нее подстраиваться, не как мне удобно, а под нее подстраивается, потому что я как будто бы несу ответственность, хотя я понимаю, что это нельзя, это мой затык, с которым мне сейчас нужно работать, как раз таки, это ее ответственность была, заранее мне сообщить, и не моя ответственность, что я уезжаю, я не могу к ней прийти на консультацию, вот, и мне это не моя уже проблема, и я такая, ладно, хорошо, думаю, блин, не хочется ее подвезти, чтобы она сдала отчет, спрашиваю, какими методами, вы способами работаете, ну, каким мы способом будем с вами общаться, она меня назвала, meet Google, telegram мост, и еще какой-то, skype, я говорю, есть другие способы, я говорю, мне не совсем удобно, она говорит, это мне так неудобно, то есть, ее пофигу, человек идет с ней с проблемой, с определенной, то есть, ну, там, пусть психологической, да, с нестабильной психикой, и она еще хочет сделать, чтобы как ей удобно было, то есть, она не, вообще нету, ноль клиент ориентироваться, она не подстраивается, вообще никак под клиентом, а как ему удобно будет, чтобы лишний раз, не доставлять ему дискомфорт, не расшатать еще больше, там, как это сказать, больше, там, ну, не совсем стабильную психику, потому что, ну, бывают же разные, сейчас обгоним, бывают же разные эти, как их там, ну, пациенты, там, с психическими расстройствами, с депрессиями, там, мне удобно так, и все, и по барабану на других, и еще плюс ко всему, как бы, десятку она хочет за сессию, то есть, ноль практики, ноль опыта, молоденькая девочка, ни жизненного опыта нету, ни практики с людьми, она хочет ценить в течение года до 10 тысяч, то есть, сейчас у людей такое ощущение, вот я смотрю, как, вот сейчас развита, и как развивается, в каком направлении развивается, ну, инстаграм запрещенная сеть в Российской Федерации, вот, все просто хотят денег, бабла, и поэтому, когда вы не клюйте на именитых, разрекламированных, распиаренных, каких-то коучей, которых вы видите в инстаграме, не клюйте на это, ищите человека по рекомендациям, не по отзывам, в интернете, потому что за людьми, за этими, огромный штат пиарщиков, рекламщиков, которые их раскручивают, рекламу запускают, вот я недавно наткнулась на девушку, которую сейчас там раскручивает, косенка, она Сюцай, эту школу Сюцай раскручивает, так вот, она вкладывала в рекламу от миллиона до четырех миллионов, чтобы стать популярной, известной, чтобы быть разрекламированной, это ничего плохого нету, в этом ничего плохого как бы нету, все мы хотим в какой-то степени популярности, все мы хотим денег, в этом ничего плохого нету, но вы на отзыв старайтесь как-то вот ориентироваться на, я вообще людей ищу из реальной жизни, не по социальным сетям, а из реальной жизни, Вот, ну понимаете, да, то есть психолог, с которым я сейчас работаю, найден у меня и в реальной жизни По рекомендациям моей знакомой, там кто еще, с кем я работаю Косметолог у меня найден, который мне корит уколы Не в социальных сетях, а из реальной жизни К ней ходила девочка, она кандидат медицинских наук Она не ведет социальные сети, девчонки У нее настолько забит график, она мало того, что преподает, как это делать другим девочкам Она исправляет тот пипец на лице, который, у меня не хватает слов, которые делают Она говорит, ко мне огромное количество девчонок обращается, которые по рекламе пошли на этих косметологов в инстаграме На вот эти картинки, вылизанные, на отфотошопленные, отредактированные, на красивые вот эти вот картинки в инстаграме Я говорит, эти работы передела бы, ее нету нигде, девчонки Она кандидат медицинских наук, у нее расписано все вот так вот Я захожу, и у меня такое ощущение, как я на конвейер какой-то Мне даже иногда страшновато бывает, потому что она настолько все так быстро делает И я же немножко побаиваюсь, немножко в напряжении, потому что мне кажется, что еще чуть-чуть и она это, не знаю, перепутает там что-нибудь Так тоже не есть хорошо, но как бы не в этом дело У нее просто огромный поток людей, огромный объем работы И она еще преподает, как это делать Она пишет научные диссертации, ну короче, просто И она делает ювелирно, ювелирно, очень точечно делает Она говорит, я не буду делать перекачанных гул Говорит, ко мне приходят девочки, которые хотят проманипулировать, как это сделать Вот так вот, вычурнули, вот так вот Убилищи такие, вот она говорит, а я не делаю такие работы И она говорит, ну из-за этого она страдает, что она, не делает она такие работы Она делает все вот так вот, то есть эстетику такую делает Чтобы это было аккуратно, эстетично, без, 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 вот Например, я губы, я хочу еще побольше губы Она говорит, тебе не надо побольше губ Тебе это хорошо, твое лицо, у меня большой рот Если я улыбаюсь, у меня улыбка огромная, большая Тебе, говорит, не надо, потому что у тебя так, ну как бы, большой рот У тебя личико маленькое, очень все маленькое, такое миниатюрное И это будет карикатурно смотреться на твоем лице Еще плюс ко всему, говорит, нужно все равно в комплексе подходить То есть не, если вы делаете губы, а лицо какое-то стареющее То есть это все нужно грамотно Мне еще нужно к ней на процедуры кое-какие сходить Вот Мне к ней на процедуры нужно попасть Тоже кое-какие, вот эстетически таки она будет делать коррекцию определенных пропорций лица Вот И Ну как-то так Кстати, я узнала от другого косметолога, что сейчас оказывается филеры Это уже отжившая тема, и они не делают, они, во-первых, результатом Вот я говорю, насколько как бы мы все смотрим По сути на нас сейчас идет отработка всего, ну вот этого Всех этих техник и всего остального Поэтому То, что делалось там 15 лет назад Это уже как бы есть более высокотехнологичные какие-то методы, способы Другие препараты, которые гораздо лучше работают У которых больше есть возможности сохранить молодость Продвить молодость лица И я вот сейчас смотрела косметолога какого-то И она говорит, что сейчас филеры уже не актуально это делать Потому что они не несут практически никакого эффекта То есть да, я раньше там филеры вкалывали А сейчас оказывается они никакого эффекта не несут Сейчас вкалывают коллаген уже Потому что коллаген это более родственный кожи препарат Который якобы лучше работает То есть ему нужно там время, чтобы усвоиться Сродиться с кожей А потом бак там пройдут еще какие-то исследования И окажется, что вообще он вызывает рак Может быть и такое, понимаете? То есть мы настолько не знаем То есть сейчас исследования одни И потом будут другие исследования через 15 лет Короче, как-то вот такие вот дела А вот еще знаете такой момент, девчонки Насколько было бы вам интересно Если бы я создала отдельный чат Именно который был связан со здоровьем Со здоровьем Потому что у меня есть такой богатый опыт Я с 13 лет С подросткового возраста увлекаюсь нетрадиционной медициной И мне вообще нравится вот эта вот тема Печевых добавок, суперфудов Вот всего такого здорового питания Ну как бы здорового питания Опять же, как относительно здорового питания Потому что я люблю всякие гамбургеры Там я не гнушаюсь этого Выпечку и всего остального Потому что я, ну как бы, вкус жизни получаю Из питания, из вкусной еды Но Все-таки я это как-то нивелирую Стараюсь нивелировать всякими такими добавками И еще и родителей на ноги поставила И мама свою на ноги поставила Вот благодаря тому То есть вот насколько вам тема Это было бы интересно Отзовитесь Потому что у меня есть идея Как создать чат Который был бы только связан со здоровьем Так что вот так Ладно, обнимаю всех Давайте поехала На 30 минут уже наговорила И это выйдет отдельным видео Опять такой чисто разговор по душам И там уже, когда приеду Я буду снимать влог Деревенский влог Деревенский влог